Мы хотим знать Царство Божие, в котором мы сейчас живем. И что мы живем в Царстве. И мы хотим знать все, что там есть, и что мы можем принять в нем. Благослови нас, Отец. Дай нам мудрость, понимание, чтобы Твое Слово изучать. Аминь. У нас больше евреев или не евреев? Какой процент? Половина от половины? Больше не евреев. Больше не евреев. Ефесянам, пятая глава. И мы будем говорить о тайне. Что такое тайна? Или также откровение. Тайна Бога. Когда Он берет какие-то две вещи, взаимосвязывает это и соединяет, делает единым. Это тайна. Как Бог может две разные вещи взять, отличающиеся друг от друга, и соединить это вместе? Например, молитва Иешуа. Твой Цаста пусть придет, пусть будет Твоя воля на земле, как и на небесах. Поэтому Иешуа уже определил два термина, небеса и земля. Мы это даже видим в первой главе. Бог создал небеса и землю. Две разные вещи. Две абсолютно противоположные. Небеса для ангелов, место их обитания. Земля для человеков. Поэтому есть два измерения. Первое идеальное, совершенное измерение небесное. Трое неидеальное на земле. И в Царстве Небесном это соединяется вместе, эти два элемента. И тайна в Писании, когда Бог соединяет две какие-то вещи, единое, одно целое, это что-то очень глубокое. И трудно это понять. Потому что Он берет две вещи, соединяет их вместе. Так что даже не можно увидеть, где разграничения проходят. Они становятся одним целым. Как мы о Иешуа говорили. Когда Он был абсолютным человеком, абсолютным Богом на сто процентов. И тот, и другой. И Бог и человек одно и то же. Одно и второе одновременно. Что невозможно проявить разграничение, где одно заканчивается, а второе начинается. Это тайна Божья. Тайна Царства. Итак, мы в Ефесянам 5 глава. И давайте читаем от 29 стиха. Никто никогда не имел ненависть к Своей плоти, но питает и греет ее, как Ее Господь Церковь. 30 стих. Потому что мы члены тела Его. 31 стих. Посему оставит человек отца своего, мать, и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. 32 стих. Тайна Сия велика. Я говорю о Мессии и Его общине, Его Церкви. Это первая тайна. У нас есть единство с Иешуа, союз с Иешуа. Есть союз между нами и Иешуа. Мы становимся одним Духом с Богом. Мы становимся одним целым с Богом. Но мы отличаемся от Него. Мы другие. Я никогда не буду Мессией. Но Бог соединил меня с Ним через тело, через общину в Иешуа. Это тайна. Таинство, секрет. Как Бог может нас соединять вместе. То, чтобы быть одним целым с Ним. Это таинство. Очень глубокое. Мы знаем, что мы становимся целым одним с Ним. И Шаул использует этот стих из книги Бытие о муже и жене, о том, что они становятся одной плотью, чтобы описать эту тайну. Он использует стих, который говорит о теле. И это образ Адама и Ева и их союза. Это образ Христа и Его Церкви и их союза. И как мы на прошлом уроке говорили, это параллель проходит такая. Сад Эдемский. Потом свадьба Адама и Евы восстановленного в саду Адемском. И это параллель проходит с восстановлением Адемского сада и Церковь и Христос, как муж и жена. И это первая тайна в книге Ефесянам. Встание Ефесянам. Это Христос и Его Невеста. То, что единственное становится одним целым с Богом. Now, let's turn to, let's go to the, and see the second one. Вторая тайна. And we go now to chapter 2. Это вторая глава. Let us read from 14 on. 14 стиха. That's another mystery of God bringing two different things to be one. Тайна Божия, как Он соединяет две разных вещи вместе. Ефесянам 2, 14 reads, And therefore He is our peace. He made the two one. And He abolished in His flesh the wall of separation, of enmity. He canceled He canceled the Torah of the laws, of commandments in the laws. So He can create in Him the two to become one new man. Now, who are the two here? Gentiles and Jews. Gentiles, yes. We can read in verse 12. At that time you were without Messiah, strangers to the to the nation of Israel, and aliens to the covenant of promise without no hope and without God in the world. This He talks, He speaks to the Gentiles. He says, but now in the Messiah Yeshua, you who were far distant in the past, we became close by the blood of Messiah. Because He is our peace. Because He is our peace. And this is a secret. And this is a secret. Let's go to also look at verse chapter 3. Let's go to also look at verse chapter 3. And verse 3. And He says, And this in a vision, this mystery was revealed to me as I wrote before in a few words. because I was not because of the and when you will read, you will see my understanding in the mysteries of Messiah. And you will will see my understanding in the mysteries of Messiah. the mystery that in former generations was not known to men. The mystery, that in former generations was not known to men. As it is revealed now to His apostles and His holy prophets by the Spirit. As it is revealed now to His apostles and His holy prophets in heriters in the same body and partners in the same promise in the Messiah Yeshua by the gospel by the good news and the good news. Now, this is the second mystery of the kingdom of God. It is to unite Israel and the nations. But it does not say just what kind of unity is this. But it does not say just what kind of unity is this. This is one-ness. This is one-ness. To become one. Now, does this mean that the Jews are going to become Gentiles? Значит ли это, что евреи станут язычниками? Нет. Как мы уже говорили, это ложь такая, что нельзя верить в Иисуса, если ты еврей, или если ты еврей, ты не можешь верить в Иисуса. Или что? Второй вариант, что все народы станут евреями. Нет. Это уже было установлено в Деяния в 15 главе. Не забывайте этого. Нет. Не каждый будет евреем. Это не Божья воля. Бог, Бог разнообразия, множества. Он создал множество разных цветов, разные. Каждая снежинка отличается друг от друга. Все наши лица разные. В каждом народе есть свое собственное проявление поклонения Богу. Даже если одну и ту же песню мы возьмем и распространим ее в разных народах, одну и ту же песню, то каждый будет вариант отличаться. И Богу это нравится. Богу нравится все проявления Его творения. Все проявления. Поэтому мы не призваны стать все евреями. Или все не призваны стать евреями. Не все мы призваны стать одинаковыми. Быть одинаковыми. Потому что Бог не униформа создает для нас. Но Он единство создает. Единство одно целое. Кто пытается сделать всех под одну гребенку во всей истории человечества? Сталин, Мао, Цедун, Гитлер и так далее. Можно перечислять их дальше. Это не от Бога. Они попытались творение Божье уравнять и чтобы все были одинаковыми. Это не от Бога. Богу нравится разнообразие. Богу нравятся различные способы. И Откровение 7 глава, что видно там? Видно множество языков. Все народы, все семьи, все племена, колена, все стоят перед Богом, поклоняются Ему. Мы не видим всех евреев, что каждый там еврей. Но мы видим такое разнообразие большое. Бог не создал, не сделал никакой-то ошибки в Своем творении. Ничего нет неправильного в творении Его. Только грех и сатана, вот в чем проблема. Мы загрязнили творение своими грехами. И теперь оно разрушено, разрушается. И оно грязное творение. И что Он обновит это творение. Но тайна и секрет в том, что мы станем одним в Господе, одним целым в Господе, в том же самое время, оставаясь со своей собственной природой, со своей личностью. Вот что находится в сердце Бога, Его желание. Это выглядит составным, это нереально, это невозможно. Как же это может произойти? Если мы хотим быть в единстве, давайте одинаково одеваться. Давайте одинаково стричься. Давайте на одном языке разговаривать. И делать одно и то же, те же самые вещи. Это человеческая мысль. Может быть, тогда мы будем едиными, так как Бог хочет быть нас едиными, чтобы мы были едиными. Нет, это демоническое. Бог говорит, нет. Бог говорит, да ты больше будь похож на себя и кем ты являешься. Если ты китайцем, то будь самым лучшим, самым китайским китайцем в Господе. Если вы американец, то будь еще более американским американцем. Ты еврей, будь большим еврейским евреем. Но Он не говорит, ты китайец, Господи, стань евреем. Или ты стань евреем. Нет. Я был в Таиланде и верующие в Таиланде такие сладкие люди. Поклонение, как они любят Господа. Они полностью отдаются поклонению. Полностью. Так это красиво. Я смотрю на них, на их лица. Даже о их письме, на их письменность странная такая. Вы думаете, русский язык странный? Нет. Их письменность, это маленькие слоники какие-то там написаны. Красиво. Поэтому поклонение идет на проекторе, высвечивается на стенку. Я смотрю на эти слова. Я не могу читать, но так красиво выглядит эта письменность. И их язык фонетичный. Или другими словами, значение слов изменяется в зависимости от тона, какой ты берешь. Как и китайцы тоже. И они... Это было поклонение на сцене, это была конференция. И постоянно я слышу одну и ту же мелодию. Я знаю эту песню. Это был хилсонг и виноградник. Все это переведенное на тайский язык. Мы сказали им, мы два ежелетянина, мы говорим, зачем, почему? Возьмите ваши традиционные тайские музыку, песни, возьмите ваши песни и поклоняйтесь с помощью этих песен, ваших песен. Вам не обязательно гитары, барабаны, как американцы делают, либо астралийцы. Возьмите свои инструменты. И в последний день конференции вышла одна женщина на сцену, и она танцевала традиционный танец тайский именно для Господа. под традиционную музыку тайскую. И Дух Святой был такой сильный, такая, как сказать, густой воздух, густая атмосфера из-за Духа Святого. Наконец-то этого я хотел. Настоящее проявление веры. Потому что еще, если взять Израиль, в Израиле евреи с разных стран приезжают. И в Израиле все возможные культуры в одном месте, все возможные культуры представлены. Моя мечта — это увидеть проявление поклонения всех нас вместе. Русские верующие, которые... То есть, русские евреи, приезжавшие из Украины, России, у них по-другому, у них другой способ, как у Саши. Другой звук, другой способ, стиль. Или же евреи из Марокко, из Южной Африки. И у них вообще другой способ, как они ту же самую песню сыграют, споют. Или же те, кто из Штатов или других стран, из Франции, из Африки, из других стран мира. И вместе это будет проявление веры, выражение веры. Это песня, которая всех вместе включает. Все вместе там. Это то, что мы мечтаем об этом. У нас есть команда в Израиле, которая уделяет время этому. И есть помещение, и мы содействуем этому. и мы знаем, что это в семье, это в истории всех нас есть что-то в нашей крови. То, что не нужно приглушать, но наоборот. когда ваше проявление веры, когда ты казахскую музыку проявишь, споешь, сыграешь, но даже если ты не музыкант, я не музыкант, я не вес, но не имеет значения. просто позволь, чтобы это вышло из тебя. И это становится так, это так нравится Богу. И это красиво. Конечно же, мы любим хиллсанг и виноградник, и американские песни, или харизматическое поклонение. Все хорошо. У меня много есть таких песен, музыки. но украинское поклонение может быть украинским. С украинским проявлением, выражением. И тайна это как Бог всех нас соединяет в одно целое. В Нем. В Ишуа. Это красиво. И это то, что происходит сейчас. Когда я здесь, я чувствую себя как дома. Это часть нашего свидетельства. Мы верим в свидетельство, в личные отношения. И в Израиле мой брат и другие. они просто не верят этому. Какая же у вас семья по всему миру. В каждом народе. Приходите в чей-то дом, и он ваш брат. И это настоящее. На самом деле ощущаете братство этого человека. приезжайте во Францию или садитесь вот таким образом на диване. Потому что все мы одно целое. Даже если поначалу вы попытаетесь быть гостем. Да, хватит уже, это так странно выглядит. Мы же не гости. Это наш дом. дом каждого верующего по всему миру ваш дом тоже. Это красиво. Я никогда не чувствую себя смущенным. Мы перед Господом, вот и все. И это удивляет неверующих. Удивляет. Как это? Ты как такое делаешь? Мы не знаем как. Это все просто вот так. Потому что Он сделал нас одним целым. Израиль и народы одно целое. Это тайна. Мы видели первую тайну. Это то, что мы с Ним становимся одним целым. Во-первых, каждый из нас индивидуально становится становится одним целым с Господом. Через церковь, через тело мы становимся одним. Как муж и жена одноплоть. И вторая тайна это Израиль и народы, которые становятся одним целым в Мессии. И третья тайна. Ефесянам одна. Первая глава. Один. Девятый стих. Открыл тайну своей воли по своему благоволению к нам. план, который он заблаговременно сделал в нем, составил в нем. План в том, чтобы соединить все в Мессии, когда придет полнота времени. То, что на небесах и то, что на земле. Это удивительно. Он соединяет вместе небеса и землю. Небеса для ангелов место, земля место для человека, для жизни, но он всегда хочет соединить все это вместе. Здесь что-то громадное такое. Громадная комбинация между небесами и землей. Это воля Бога. Он не хочет быть на небе. Он хочет иметь место обитания здесь. с кинью. Другие говорят храм. Он хочет жить здесь, поселиться. Мы также хотим быть сыновьями или дочерьми Бога. И совершенство должно стать единством небесного и земного. с нашей стороны мы хотим быть его детьми. С его стороны он хочет быть внутри нас. Жить внутри нас. И Ишуа воскрес, они думают, где небесное царство? Только на небесах, либо что здесь, только в теле. И воскресение мертвых как небесное и земное. Кто на небесах, им не нужно тело, но мы получим свое тело снова. сно. И план Божий исполняется или завершается, находит полноту воскресения мертвых. Не то, что мы попадем на небеса. Это не совершенный план Бога. Это мистика, буддизм, индуизм. Но многие в церкви верят в это. Да. Вы согрешили. Мессия умер за вас. Примите Мессию верой и попадите на небеса. Вот и все. Все, конец. Знаете, почему хинду живут в мусоре, на помойках? Потому что они не верят в восстановление земли. Им просто нужно убраться отсюда, с земли. Поэтому кому какое дело? Мусор. Все мы должны унести ноги отсюда. Но мы наоборот смотрим. Это поломанное, значит, нужно починить. Если грязное, нужно почистить. Это наша планета. Мы верим воскресенье, но также восстановление всего. Бог восстановит все. Восстановит, починит все, что на небесах, на земле. И это тайна. То, что Бог соединит и небеса, и землю вместе. и сделает это одним целым. И это желание, это совершенство, это совершенный Божий план. С самого начала он знал, точно, что произойдет. его не удивило ничего. Все, что он создал, было в нормальном порядке, и все было во свете. Либо свет, восстановление света, нового творения. И все направлено в этом, все идет в этом направлении. И эти три тайны в книге Послания Ефесянам. Это три тайны Царства Божьего. Это первая часть. Это комбинация чего-то, двух вещей, друг с другом. Двое соединяются вместе, чтобы стать одним целым. Это почему Иешуа должен быть сыном Давида и сыном Бога. Он должен был Богом и человеком, для того, чтобы соединить это вместе. Видели, что Он был праведным без греха. Потому Он смог принести спасение через распятие. Это праведный чистый агнец. даже если каждый из нас смог быть таким праведным, как и Он, никто не смог избежать греха. Допустим, такое представим, я абсолютно праведный был и никакого греха не сделал. Я бы не смог все равно соединить небеса землю. Потому что я человек. У меня нет власти на небесах. Поэтому я не смогу этим мостом стать, соединительной точкой. По этой причине Он должен был быть сыном Давида. Вот по этой причине Он человек. Поэтому Он родился как сын Давида. чтобы обладать властью на земле. Поэтому Он должен был быть сыном Бога. Чтобы обладать властью на небесах. И когда Он соединит это вместе, Он возвратит эту власть обратно Своему Отцу. Он завершит Божий план в том, чтобы соединить небеса и землю навечно, чтобы это было. И мы будем жить на земле. Где Царство Небесное? На небесах ли оно или на земле? Где оно? Inside of us. Это вторая часть, мы об этом поговорим на следующем занятии. Царство Божье оно и на небесах и на земле. И Шуа был сыном Давида или сыном Бога? Сыном Бога или сыном Давида? И тем другим. Измените ваш образ мышления. Он был тем и другим. Был он Богом или человеком? Тем и другим. Это еврейская мысль. У меня было привилегие говорить Саше об этом вчера. Греки еленистические направленные люди и они говорят в мифологии есть боги. Наполовину боги, на половину человеки. Вот отсюда они человеки, отсюда они боги. Это как бы разделяющая линия. Здесь он земной до пояса, а небесный от пояса. Это так они смотрели на мир. это еленистическая мысль. И они вам ее передали. Даже через культуру есть эта еленистическая мысль в культуре, чтобы разделять все. Царство небесное. Где это царство небесное? Нет. Таинство царства в том и в другом. Кто избранный? Кто Божий народ? Кто люди Божьи? Это церковь или это Израиль? Так много лет непонимания этих простых вещей. И то, другое. И те, и другие народ Божий. Вместе становятся одним целым. Видите в это? Это как мы думаем. для меня очень трудно думать по-другому. Мне даже трудно понять эти вопросы. И тайна от Царства, тайна от сердца Божьего в том, чтобы все соединить, соединить и в единстве, сделать одним в нем. в этом направлении мы движемся. И как вы сказали, царство начинается. царство Продолжение следует...